Сотрудники полиции, первые лица города и области и магаданцы сегодня возложили цветы в сквере Победы. В областном центре Колымы церемонию провели в честь Дня неизвестного солдата. Отмечают его в России официально с 2014 года. Только из Магадана в годы Великой Отечественной войны на фронт ушло более 8 тысяч северян. И почти каждый десятый из них не вернулся на родину. В этот день, в 1966 году, из братской могилы изъяли прах неизвестного солдата и перезахоронили у стен Московского Кремля. После церемонии проследовали в Муниципальный центр культуры. В зале галереи боевой славы для гостей провели экскурсию. Зрителям представили артефакты, извлеченные из мест захоронения неизвестных советских солдат. Кроме того, на выставке можно было увидеть и оружие, которое использовали во времена Великой Отечественной войны защитники нашей Родины. Еще раз всем рекомендую, кто не видит, посмотреть уникальную экспозицию. Здорово, что она у нас здесь есть. Что наши дети, наши внуки могут с этим ознакомиться и услышать очень интересные рассказы. Патриотические рассказы, патриотическое воспитание начинается здесь. Также в этот день провели церемонию награждения. Благодарности выразили тем магаданцам, которые помогали в организации мероприятий, приуроченных году 75-летия Победы. Все вы отмечены памятными медалями. И это не только в год 75-летия делалось. Все, кого я вижу сейчас в зале, это мои постоянные помощники в решении задач военно-патриотического воспитания в городе Магадане. Я вот сейчас нахожусь в том зале, где я впервые был в 1985 году. В год 40-летия Победы, будучи первым старым горкомом комсомола, мы открывали галерею славы городов-героев. И земля, которая здесь, она была привезена действительно из всех городов-героев специальным транспортным самолетом Министерства обороны. Она была доставлена в Магадан и в большом многотысячном шествии комсомольцев, военнослужащих, была доставлена сюда, в этот зал. Честно говоря, вот за последние годы развития, которые получил этот музей, он уже не стал галереей городов-героев, он стал музеем боевой славы. И третий вот зал, который Сергей Константинович сегодня видел, это новый зал, который действительно мы сделали благодаря помощи всех. По словам градоначальника, эта работа будет продолжаться. Муниципалитет и дальше будет помогать в столь важном вопросе. Планируют и дальше наполнять музей экспонатами. После того, как закончится пандемия, школьники большими группами смогут посещать галерею боевой славы и изучать историю Великой Отечественной войны.